Внутренние войска центрального правительства задерживаются еще в территории республики и часто вступают в дело, как и в Бабхазии, и в Госсетии, и даже в самые столицы, вот когда случились драматические события, не кажется ли вам это несовместимо с понятием независимости? Вы же, наверное, хорошо знаете, что советские войска сегодня, по сей день находятся в Чехословакии, Германии, Польше и так далее. Что это значит? Что они независимые государства. Независимость может существовать и чужие войска присутствуют. Германия, например, там есть французские войска, английские войска. Это не значит, что она независимая государство. А что касается их действий, их агрессивных действий, мир должен разоблачить это. И, к сожалению, в последнее время мир нам не помогает в разоблачении вот этих преступлений, когда внутренние войска нападают на наше население, вот бывшие Южные Осетии, похищают людей, незаконно арестовывают, стреляют в население. Вот это надо разоблачать. Весь мир должен разоблачить вот эти преступления, как вот, например, действия советских войск у Арабахи. Вот это является, в общем, долгом цивилизованного человечества защитить нас от коммунистических варваров, которые силой и оружие хотят принудить нас остаться в Советской империи. Ну, ваше правительство все-таки собирается решить эту проблему и совпадение... Ставаемся решить, с силой мы это не можем решить, с силой мы не можем победить советские войска. Но мы направляем, в общем, в Организацию Объединенных Наций обращение, обращаемся к правительствам Запада, чтобы они нам помогли, чтобы вот это разоблачить, вот этот заговор против Грузии. Вы, наверное, знаете, что, хотя холодная война там прекратилась на Западе, но холодная война сейчас продолжается внутри Советского Союза. Кремль продолжает холодную войну против тех республик, которые не хотят остаться в Советском Союзе. И всячески военные силы хочет подавить движение за независимость. Вот против этого должны поднять голос такие страны, как Италия, которые знают, что такое свобода, которые знают, что такое оккупация, что такое фашистская оккупация, что такое притеснение со стороны другого государства. Вот это и является долгом каждого честного человека во всем мире. Ну, я думаю, что итальянская общественность симпатизирует с Грузией. Да, вот и она должна поднять голос против этого. Какие отношения, это наш последний вопрос, какие отношения Грузинская республика собирается иметь со странами Западной Европы?